Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ирина, беременность 33 недели, на протяжении всего срока я относился к этому нейтрально, скажи, отрицательно, хотя она и была запланированная. Ну, здесь, знаете, я могу вам сказать только то, что, на мой взгляд, вы относитесь к беременности как к какой-то обязанности, да, то есть у меня такое ощущение возникло. То есть для меня не очень понятно, зачем планировать детей, да, тем более здорово, если вы как говорите, я думаю, немного вперёд. А если вам, ну, если вам неприятно, да, то если вам тяжело, если вам, не знаю, дискомфортно, если вам тяжело даётся воспитание детей, если вы как говорите, отдаёте всю душу и здоровье детям, да. Вот, то есть в таком случае зачем планировать второго ребёнка, то есть такое ощущение, да, что у вас вот дети, они, знаете, как вот, ну, просто как, 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 какой-то вот, какая-то обязаловка, да, то есть вот, ну, так, где-то им относиться. Не очень хороший расклад, на самом деле. Вот, это первое. А второе. Ну, тут, мне кажется, дело, вот, скорее, больше в вашем отношении к детям, а не беременностью самой, и в вашей аппарате это последствия, вот, отношения к детям. Такого. То есть, зачем, зачем отдавать детям своё здоровье, время и так далее, зачем? То есть, ну, понятно, если вы это делаете, то вам, вам тяжело, потому что вы, ну, вы, как бы, чувствуете, вы чувствуете, что, ну, себе не принадлежите, по сути. Вот. И мне кажется, что именно это, да, больше всего и напрягаетесь здесь. Поэтому, пускай рождается второй ребёнок, если вы не планируете делать аборт, и просто относитесь к нему более экономно, с точки зрения сил, да, с точки зрения энергии, вот. А если, допустим, вы не можете этого делать, ну, если у вас не получается это делать, то в таком случае нужно посмотреть, нужно посмотреть на то, почему, почему не получается. То есть, ну, вот, в прямом смысле этого слова, почему у вас не получается относиться к детям проще, почему, если вы относитесь к ним, то это обязательно жертва, обязательно полная самоотдача, да, без, ну, без возможности. Без возможности какой-то, вот, что-то сделать для себя, ну, для себя. Вот. То есть, это вопрос, ну, вопрос к вам, скорее, если вы понимаете, о чём идёт речь, конечно же. Вот и всё. То есть, в таких ситуациях вам нужно смотреть корень и постараться увидеть именно причину, по которой вы сейчас переживаете апатию, вам ничего не хочется. Вы не хотите детей просто, или против детей вы в целом ничего не имеете, да, но вот вам именно, вас угнетает именно такая перспектива, что придётся опять много времени отдавать ребёнку. Вот. Ну и обратите внимание, конечно, на то ещё, что вы говорите, что всё время беременности, я отношусь к этому нейтрально. Вот. То есть, мне не очень понятно, зачем в случае, если вы относитесь к беременности нейтрально и даже, скорее, отрицательно, а зачем в таком случае вообще ребёнка, как бы, ну, заводить? То есть, есть какой-то план, ну, план жизни у вас, и вы стараетесь этому плану как-то вот следовать, но в этом нет ничего хорошего, хорошего. Я думаю, что дети всё-таки это позитивные, это позитивные истории, это позитивные, это такая спонтарная история, ну, больше. Понимаете? Понимаете? А не каторга. А для вас это именно каторга. И в этом смысле, в этом смысле я вас прекрасно понимаю, что вам не хочется. Вот. Поэтому просто пришло время признать, что помимо детей есть ещё и вы. И волчевое горание связано не с самими детьми, вот, а с отношением, с отношением к своим материнским обязанностям, которые предполагают определённую жертву. Так же, эээ, я так думаю, что речь, вероятно, идёт в том числе ещё и о том, что вы свою жизнь пытаетесь как-то вот подогнать под план. То есть, вот, у меня должны, ну, у меня должен быть по плану, там, грубо говоря, да, ещё второй ребёнок. И вот вы стараетесь этому плану следовать. Ну, это не та позиция, да, потому что это дети, это люди. И, как бы, тот факт, что вы выгорели с дочерью, последние ощущаются достаточно хорошо. То есть, на неё это ещё повлияет, повлияет тот факт, что вы при её воспитании выгорели. Вот, как правило, это будет связано, ну, с определённым чувством вины, с определённым обесцениванием себя и так далее. Вот. Так что здесь, конечно, ну, момент, здесь момент такой-такой, вот, он достаточно важный. Вот. Я надеюсь, что вы для себя всё-таки, всё-таки сделаете какой-то вот вывод. Вывод. Да, я очень надеюсь, что вы измените своё отношение и своё восприятие к воспитанию детей, потому что это всё-таки, ну, больше это радость, это больше радость приносит, а не какой-то негатив. То есть, если же вы видите в этом негатив, то тут нужно просто с ним разбираться, с негативом. Вот. И всё. Такая вот история, такой момент, я думаю, так вам можно ответить на вопрос. То есть, тут, вероятно, речь идёт и о отношениях с мужем, потому что он вас не понимает, вы не чувствуете, возможно, какой-то поддержки от него. Вот. Вы не чувствуете, что вам комфортно, вы не чувствуете, что он вас понимает, вы не чувствуете, что он разделяет ваши трудности и так далее. Вот. То есть, ну, мне кажется, что здесь вот такой примерно можно вам дать ответ на вопрос. Надо. Вот. Что-то он такой, ответ ваш вопрос, он такой, достаточно, ну, короткий. Вот. И, как бы, ну, его не мешало бы раскрыть более как-то подробно. Вот. И если мы, допустим, проанализируем ваши отношения, в том числе и с вашим мужем, вот, если мы проанализируем это всё, то мы увидим причину, по которой всё это происходит. Вот. Причина проста, вы, ну, себя обесцениваете, вот, вы склонны с собой жертву. То есть, берёте на себя слишком много ответственности, берёте на себя чрезмерное количество ответственности. Вот. Я думаю, что ничего хорошего вам в этом нет. И, значит, соответственно, в контексте, в контексте ответственности, да, я очень рекомендовал бы вам почитать книгу «Барьеры», называется «Барьеры» за авторством Таусенда. Вот. То есть, Таусенда «Барьеры». Вот. Обязательно почитайте эту книгу. Она поможет вам какие-то вещи, такие, ну, базовые вещи для себя определить. Вот. А после, конечно, имеет смысл обратиться к психологу за помощью. Вот. Потому что, сами вы, возможно, не справитесь с той задачей, которая вот сейчас на вас навалилась. Вот. Сложно вам, потому что это будут роды, потом, соответственно, постсрудовое состояние будет. Вот. Книжку вы почитать пока что можете. То есть, я не думаю, что это вам будет сложным, вот, именно почитать книгу. Ну, а дальше, дальше, соответственно, уже будет видно, как и что вам делать. Вот. Такая вот история, такой, может, ответ на ваш вопрос будет. А, я надеюсь, что вам это было полезным, как минимум. А, если у вас остались вопросы, вы можете выбрать любого эксперта и проработать их с ним. А, если вам понравился мой ответ, а, буду благодарен, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, если вы сделаете лучшим мой ответ. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.